Ну, у вас уже было, получается, я так понял, что-то о Павле вы говорили, да? Были заветы, да? А послание Галатам разбирали? Ух ты, ну тогда, может быть, и нет большого смысла на этом послании останавливаться. Итак, апостол Павел, его жизнь, письма, теология. Я сегодня лишен такого удовольствия использовать видеопушку. Мне так, не знаю, как студентам, она больше нужна мне, наверное, потому что я визуально, я такой, мне нужно видеть вещи, и я рассказываю тоже через какие-то видения, ну, каких-то картинок, поэтому, ну, хоть себе посмотрю. Несколько вопросов мы рассмотрим сегодня, но в целом так вот наши лекции будут подчинены такому плану. Мы поговорим немножко о жизни апостола Павла, о том, что сформировало его как богослова. Поговорим немножко, сделаем маленький обзор писем на последующих лекциях, и остановимся на каких-то богословских вопросах, на его богословии, на каких-то вопросах этики, то есть отдельно. Конечно, апостол Павел, это не богослов-система, то есть у него не было такой систематической теологии, то есть нам не оставлен труд, как вот труд Фомы Аквинского или Жанна Кальвина, где есть целые институты, да, или книги там по догматическому богословию. У нас есть его письма из этих писем, из этих посланий, из этой переписки. И та информация, которую мы читаем у Луки в Деянии Апостола, это, в принципе, первичные источники изучения жизни, мысли, богословия апостола Павла. Итак, апостол Павел, его место на карте Нового Завета. Примерно половина Нового Завета, ну, или корпуса Новозаветных книг, это послание апостола Павла. Из 27 книг, 13 книжечек, книг и книжечек, это письма апостола Павла. Ну, плюс речи в книге Деяния Апостола. Мы встречаем там речи, его проповеди, какие-то вот, можно сказать, что еще одна книга о нем с его речами. Но его книги, его это 13 книг, и можете представить, это почти половина. И, значит, его роль, его вклад в Новозаветную мысль, в Новозаветное богословие, огромна. Конечно, у нас проблема есть с самой фразой «Новый Завет». Потому что под Новым Заветом мы понимаем сам корпус книг новозаветных, и под Новым Заветом мы понимаем сам Новый Завет, как установление Божье, как вот. Поэтому я буду использовать Новый Завет чаще всего как корпус книг, где это будет речь о Завете, немножко делать поправку. Хорошо? Потому что апостол Павел не писал, он не думал, что он пишет свои книги, свои письма, и говорит, о, это войдет когда-то в Новый Завет. Если он и говорил о Новом Завете, он говорил о той реальности, о заветных отношениях, о новом, не то чтобы новом, а отношениях Бога с человеком. Хорошо? Апостола Павла сформировала, как-то так, с этими веревочками, я к доске проберусь, где наш апостол Павел на карте Нового Завета? Ну, в первую очередь, ветхозаветная традиция. Это тот ручеек, да, то есть та вот карта, где апостола Павла нужно читать. Межзаветный период, как его назовем? Вот так его назовем, межзаветный период. Литература этого периода, богословие этого периода, да, религиозная мысль этого периода, тоже есть часть вот этой вот матрицы, ну, которую сформировала апостола Павла. Служение Иисуса Христа. Что-что? Ну, мессии, вы меня простите за... Служение Иисуса Христа. Проповедь апостолов, да, тоже вот сюда вот. И здесь у нас появляется Павел. То есть несколько таких вот Павел и общины. Я разучился мелом писать. Павел и общины его. И, значит, богословие, этика, все вместе, да. Значит, Ветхий Завет, межзаветный период. Это мысль, да, вот, это богословие. Это фарисейское наследие, да, апостола Павла. Затем, конечно же, миссия, жизнь, служение Иисуса Христа, Иисуса Мессии, которая пришла к Нему через и откровение, и через общение с учениками, с апостолами. То есть все это вместе повлияло на апостола Павла. То есть это была его такая вот разметка, карта, его мысли. Влияние апостола Павла также в истории, огромно в истории церкви. Августин, блаженный Августин продолжил. То есть его богословие, можно сказать, все-таки опиралось на богословие Павла. Больше Павел оказал на него влияние. Такие, ну, такие видные фигуры. Ну, естественно, Павел стал такой бомбой в период реформации. Мартин Лютер, чаще всего мы, вот, апостола Павла, его богословие, да, Мартин Лютер берет его за основу, и это, можно сказать, что апостол Павел в большей степени оформил язык богословия реформации. Молодой монах, доктор богословия, который готовился к лекциям в университете, изучает Павла и вдруг его просто прорывает, пробивает, да. Апостол Павел, в общем, как-то повлиял на Мартина Лютера, и отсюда его оправдание по вере. Влияние Мартина Лютера на богословие Павла, то есть на наше понимание, огромное, потому что, ну, еще по сей день некоторые богословы или в каких-то христианских церквях, традициях считается, что центром богословия Павла является оправдание по вере. Это сейчас уже подвергнута такой, ну, не то чтобы критики, но анализы пересмотрели, есть какие-то коррекции, но настолько вот сейчас многих, можно спросить вам, всех христиан, какова основная мысль апостола Павла? Оправдание по вере, все скажут. Послание Галатам, послание Кримлинам. Почему? Потому что для Мартина Лютера было это очень важно. Его внутренний конфликт с католической теологией и католическим средневековым благочестием, он был разрешен вот этой доктриной, доктриной оправдания по вере, что не заслугами, да, не по делам, а только лишь верой. Естественно, это опыт Павла, который больше повлиял на богословие апостола Павла, нежели апостол Павел сам выдвигал это как центр своего богословия, если можно говорить о какой-то богословской системе, да, апостола Павла. Но тем не менее, апостол Павел вновь прорвался на христианскую арену в качестве ведущего богослова через Мартина Лютера и богословие реформации. Поэтому протестантское богословие, протестантский язык и проповедь, в большей мере, ну, такой, ну, он не самый главный Павел, но в большей мере оформлен апостолом Павлом. И особенно соло-гратия, соло-фидея, да, только благодать, только вера. Это павловские тезы, взятые на вооружение богословием реформации. Джон Уэсли, основатель методизма или методистской церкви, также был пробужден, да, или возрожден, а получил опыт, благодаря тому, что он услышал проповедь из послания к римлянам. У вас была уже история, да, история церкви, то есть эти имена вам известны, да, у Марта Ньютона. Понятно. Джон Уэсли, вот просто интересная история, и он закончил университет, был, имел богословский диплом, степень, был священником, его отправили миссионером, ну, служителем в Америку, и его прямо встретили, говорят, ты рожден, слышай. А он не понял, о чем идет речь, сел на корабль и уплыл обратно. И потом, потому что понял, что он чем-то не обладает, он просто вышкален в богословии, но вот той живой веры не было. И на собрании брезлян, да, то ли кремовские братья, не помню, какая вот группа по изучению Библии, он услышал это слово Павла, и в нем он получил этот опыт. И опыт освящения, вот вообще освящение, опытное познание Бога. То есть это стало одним из таких моментов в богословии методизма и вести. 20 век, Карл Барт, такой известный богослов, я просто перепрыгиваю, да, такой богослов, как Карл Барт, вновь под влиянием апостола Павла и послания к римлянам, пишет комментарий в начале 20 века, и этот комментарий как бомба. Будучи пастором, но имея хорошее университетское европейское образование, он вдруг понимает, что проповедь церковная очень-очень важна, больше, чем какие-то академические студии богословия. Он читает много писания, проповедует и вот пишет комментарии. Это не просто такой комментарий, как бы, это, в принципе, богословский манифест Карл Барта. И после того, как этот комментарий был издан, его пригласили быть профессором богословия. И видная фигура богословия 20 века – это Карл Барт, реформатский богослов, и отсюда неоортодоксальное богословие. И хоть не хоть, кто хочет изучать богословие 20 века, кем бы он ни был, Карла Барта не обойти, а значит и апостола Павла, который стоит за ним. Ну и так далее, и так далее. Очень много апостола Павел, вот его фигура такая, вот такого смутяна, или, можно сказать, Мартин Лютер иудаизма, или церкви первого века, как угодно его можно называть, по сей день не оставляет нас в покое. Потому что дискуссии по Павлу не утихают. И его фигура, его влияние в современном мире, я думаю, тоже очень важно. Например, я вот так, когда позаканчивал некоторые семинарии, был такой, знаете, азарт, исследовать хотелось, такой богословский, да, богословский, со временем ты понимаешь, что это не важно. Важно, насколько созидается, и растет, и расширяется царство Божие через то, что мы делаем. В данном случае, через самое главное его проявление, это церковь. Ну, через общину. И тогда больше понимаешь задачу как проповедника, как пастора. Что все оно должно созидать. Все оно должно быть то, на чем люди могут построить свою веру, свою жизнь. И в этом смысле нужно подходить к Павлу, к апостолу Павлу, не как объекту, как не как просто какому-то богословию, да, а к той вести, к той проповеди, которая созидала, которая созидала церковь, которая расширяла царство Божие в этом мире. И его голос сейчас очень важен в современном мире. Хотя вроде бы нас разделяют почти две тысячи лет. Какой наш мир? Наш мир все так же остается разделенным. Нарации, нации, социальные классы. Социальная несправедливость не преодолена никаким образом. Хотя, конечно, те социальные стандарты, которые сегодня есть в Европе, скажем, в Америке, об этих стандартах просто не снилось никогда, даже до второй мировой войны. Таких стандартов по защите прав просто на мир еще не слышно. Но, тем не менее, и там есть. И там неспокойно. В мире, где народы все еще продолжают воевать между собой. Именно как народы. Где национальная вражда не искоренена. Все еще льется кровь, потому что ты живешь в другой расе, в другом народе, в другом национальном. Что-то продолжается. Геноцид себя не изжил. Помним там ужасные чистки, там, балканские войны в пост-ягославских странах. Руанда. Уган, то есть, можно и другие. Вот это сейчас, это вот сейчас происходит. И, можно сказать, такие внутренние какие-то конфликты, которые не разрешаются, которые не выходят на уровень войны, но между собой в Европе есть, в Америке есть, в нас есть. Все это подружается. В России можно слышать цивилизмические такие заявления. Такая еще тихо в Украине, но, тем не менее, не на уровне бойни, но, тем не менее, мы говорим, западная Украина, восточная Украина, и напряжение есть. Слава Богу, еще нет таких конфликтов, но мы от этого не застрахованы. И понятно, что такие настроения, они реакционные. Они реакция на какую-то вот проблему, которая не решена. Там, засветить украинский язык, или, наоборот, засветить русский язык. В этом мире голос апостола Павла очень важен, потому что его есть, его видение мира, который принес Бог через служение, смерть и воскресение Иисуса Мессии, это видение, где мы новое творение. Где Иисусе, Павел говорит, что во христе не имеет значение, кто ты, иудеи, язычник, мужчина, женщина, одно. Это особенно важная весть в мире, которая разбирается вот такими потрясениями и конфликтами. Провозглашать единство мира, но не просто на основании какой-то резолюции ООН, или каких-то ценностей, гуманитического манифеста. А единство мира, единство людей, единство народа, единство наций, примирение. Это одно из ключевых слов языка апостола Павла, да. Бог примирил с собою мир и сделал нас вестниками мира. В сегодняшнем мире, который все еще потрясается такими конфликтами, его голос очень важен. Понимание его богословия очень важно. Ну, по богословию я понимаю, не просто какие-то наборы абстрактных, абстракций, да, то есть, а вот то есть, да, то есть, то понимание Бога, Его воли и того, что Он делает. Очень важно. Очень важно, как на богословском уровне, просто изучить Его теологию, как на проповедическом, потому что богословие должно идти через проповедь. Его этика сегодня апостол Павел очень виртуально. Его голос и в мире, где действительно, вот мы видим, сейчас вот я просто подпочитаю ролик про возрастание, это не новое, да, такое вот исламское реакционное движение, да, в Европе, в Англии, в Америке, где вновь поднимаются вот сейчас вот конфликты на религиозные, да. Мы только где-то уже там договорились, что мы не будем мучены другого религией, и снова вспыхивает линия напряжения. Поэтому апостол Павел, кто-то имеет опыт провозглашать, есть именно в таком мире. Интересно, когда мы смотрим Новый Завет, ну, тексты, да, вот, служения Иисуса Христа, служения апостолов, они призывали к вере, и многим из нас, кто пережил, ну, период эпохи Советского Союза, я вот это вот недавно начал замечать, как вот эти схемы, как вот философия марксизма, глининизма, вот, она все-таки прошила наши мозги, хотя мы и не изучали эту философию, да, мы не знали ее, как философию, да, философия основывала какую-то идеологию, какие-то идеи, и все, но оно вот социаломышление простых людей, которые не сильно там, может быть, парились и изъявлялись, что это философия. А каким образом? Потому что мы жили в мире атеистическом, да, и мы знали, что есть верующие, и есть неверующие. Поэтому, когда я слышу, когда мы слышим, что кто-то призывает кого-то к вере, мы понимаем это таким образом, что кто-то призывает нас из состояния неверия, да, отрицания Бога, прийти в состояние признания того, что есть Бог и есть Творец. Так вот, в такой схеме апостолы не проповедовали, Иисус не проповедовал, Иисус проповедовал в мире, который верил в Бога, в мире, которое не было атеистическим. И апостолы, в том числе апостол Павел, вышел в мир с проповедью о вере и оправдания по вере, не в смысле, что есть атеисты, ну, неверующие, и им нужно поверить Бога. Он проповедовал в мире, который верил. С одной стороны, это был Израиль, который верил в единого Бога Творца неба и земли, в Бога Завета. С другой стороны, это греко-римское религиозное такое пространство, которое пищело там, пестрило, было наполнено, но люди верили в каких-то Богов. Ну, где-то были философы-скептики, там, стоики, эпитурейцы, которые, ну, это была и эффектуальная элита, в какой-то степени полурелигиозная, квази религиозная, ну, они могли себе позволить, потому что были умные, а что-то не верить так, ну, просто так делали. И то, мир был религиозным. И вот посреди этих вер, религиозных мировоззрений, апостол Павел проповедовал какие-то веры. Так говорят, что он проповедует в каких-то непонятных вещах, да. Помните, сколько мы раз встречаем день апостола? И мы сейчас проповедуем не только лишь в атеистическом мире, не только атеистам, да, но и людям, которые во что-то верят, которые исповедуют веру. Например, вы же христианские евреи проповедуете, можете проповедовать людям, иудеям верующим, есть там атеисты, конечно, но время это все равно. Хотя не менее, это уже разница, да. Например, какие-то движения, как там New Age, там еще что-то, то есть это люди, которые верят. И вообще сейчас такое время, как мы называем постмодернизм, да, вот. Это интересное время, потому что в этом мире очень легко говорить о вере. Потому что мышление постмодернизмское, оно не атеистичное, оно не отстерегает Бога или Богов, что-то социует. А мне, ну, нормально, тебе это помогает, круто, счастливо, это здорово. Но когда ты будешь меня говорить, напрягать, он скажет, о, нет, это не для меня. Ну, постмодернизм это отдельная тема, не знаю, если вы изучали здесь эти вопросы. То есть сегодня апостол Павел очень актуален. Он нам очень важен, потому что миры чем-то похожи. Похожи, потому что, по сути, не изгибы. Если мы прочтем первую главу послания к именам, там, где Павел говорит, что вот, как они имели знание о Боге, да, и так далее, и так далее. Потом описывает, как это про нас написано. И когда вот сейчас я обычно участвую в разговорах, где вот, вот, что сейчас происходит, куда мы катимся, Так вот, какие страшные вещи, я говорю, так откройте послание к именам, первую главу. И спотяйтесь, никуда мы далеко не укатились. Мы, в принципе, на том же самом месте. Ну, у нас появились компьютеры, ну, у нас атомные бомбы есть. Ну, в принципе, мозги и сердце остались такими же. Исконченными. Мы остались очень умными, образованными, высококритологичными грешницами. Сегодня наши, они очень настынные бомбы, точные вооружения, вагонные прицелы. Но до чего? Идем. Такой же человек. Вот такое вот знакомство и заявление апостола Павла. Сегодня и церкви очень важна, потому что она может обновить наше понимание церкви. Церкви как задачи. Церкви не как институты, не как какой-то организации. А церкви как задачи. Церкви как инструмента. Церкви как того вот, вот этот форхоз Божьего Царства в этом мире. Апостол Павел может вдохновить сегодняшнюю церковь так же страшно. Таким же вот пылом проповедовать от этого мира. Более того, апостол Павел не просто был, стоял, так сказать, перед миром, да. У него были проблемы с внешним миром. Знаем из истории, какие у него были проблемы внутри церкви. И двойная проблема. У него первая была проблема с своими собратьями по Израиле. И своими новыми собратьями по новому Израилю. По мессианскому миру. Этот конфликт Павла и убийствующих, да. Ну, это были христиане. Ну, давайте так скажем, христианские евреи. И у него был там конфликт. Послание было там. Особенно там, видим, такое острота. Послание Коринфина, видим, там тоже на тяпке такие были. И где-то вот послание Филиппийцам там где-то. Где-то он даже себе позволяет сказать такое, не слушать этих ссор, имея в виду своих собратьев. А в послании Галатам, если вы проходили там, где он говорил об Израиле, он сказал очень хлестко. А эти птицы, они сами, птицы все отрежут. В данном переводе немножко так оно красиво сделано и непонятно. То есть, настолько он был радикальный. Потому что, хотя он был самый последний. Ну, из апостолов. Но дальше всех увидел, больше и глубже всех увидел ростки нового мира. Ростки нового творения. Поэтому вот такой вот апостол Павел, такой вот наш герой веры. Также он вдохновляет нас быть внутри церкви стражем Евангелия. Чтобы никакие вот там примочки, какие-то авторитарные, или какие-то вот поползновения влево, вправо, в сторону, не могли позволить закополить церковь или остановить ее на пути подвижения в этот мир. Не все могут быть психологически, да, как апостольский Павел. Во времена Маркина Лютера многие, он не один, который так думал. Иногда какой-то темперамент человека, да, иногда вот, да, разум роттердамский многие, хотя они тоже были недовольны. То есть разум роттердамский остался таким героем или фигурой контрреформации. То есть он остался внутри католической церкви, но потому что такие интеллигентные люди, они не могут делать. А Лютер был как быт такой вот. Такой вот такой вот, у него кость была, толстая шкура, да. И где-то вот апостол Павел был такой вот, такой вот темпераментный. Мы видим та его ревность, которая была, вот если потом, да, ревность, которая была у него в иудаизме, осталась в той же ревности в Новом Дизее. Когда Бог берет наши какие-то вот сильные стороны, использует их, берет их в свое направление. У нас был сезон, осенью будет церковь, как Павлия. Сейчас он Иоанна проповедует, по Иоанну и Иоанну. И ему сейчас сложно психически, ну, вернуться к Павлу. То есть, если бы это было осенью, оно было бы так живо. Мы жили Павлом, мы читали Павла. Сейчас не больше у Иоанна. Ну, я вот сейчас только ощутил его в глубину. То есть, раньше видели, что оно такое глубокое, да, Евангелие. Такой глубокий. Но сейчас я это по-настоящему не понимаю. Я тоже не в забьянии. Об этом Евангелие говорят, что оно настолько безопасное, что оно как лужа, по нему может безопасно пройти ребенок. Но оно такое глубокое, что в нем может удалить слон. Для детской веры оно очень простое. Вы только начинаете немножко умничать, в чем-то расти и чувствуете, что ты просто интенсивно. Это тоже очень еврейская, мессианская Евангелие. Пройдемся к Павлу. Вот такой наш Павел. Он нам нужен. Он нам нужен не только в проповедническом части, в его книге часть новозаветного корпуса, канона, да. Он нам нужен как тот исповедник, как свидетель веры, проповедник, страстью которой прописаны его письма. И он двинул, в принципе, в евангельскую вещь, те контексты, до которых, может быть, еще боялись даже думать. Апостол Иисуса Христа, Петр. Помните, как Петру сложно было этот барьер преодолеть. То есть для них они оставались в своей теме. Они думали, что воскресение Иисуса, и это есть все. Это есть исполнение всех чаян Израиля. И так хорошо и уютно закрыться в своем пространстве, в своих пределах. И так тяжело им было быть. И помните, в встрече с пожарником нужно бы ему такое видение дать, некрешное, чтобы он съел нечистый живот. Почему-то легко было для апостола Павла сделать. Мы об этом будем говорить. Хорошо, у нас уроки по 40 минут, да, дальше? Да-да, просто, чтобы ориентируйся. Да, чтобы говорить несколько пространств. Что еще интересного с апостолом Павлом? Ну, много очень интересного. Я просто вам сейчас покажу книжечки, которые вот есть на русском языке. Очень интересно, что вот, кроме огромной такой толстенной книги Федерико Фараро «Жизнь и учение апостола Павла», вот такая огромная. Мне, по-моему, даже кому-то отдал, они там такая, я как-то купил, здесь на Дерибасовской. Павел, там где-то полторы, вот такая вот, ну такой вот, огромная. Федерико Фараро. Ну, сейчас это как, это просто как история. На русском языке мало что было у апостола Павла. Ну, потом вышел очень популярная книга Джона Поллока «Апостоль Павел». Ну, вот за последнее время вышли несколько книг, которые вот достойны, чтобы их купить и учить. Вот Джон Макрей, «Жизнь и учение апостола Павла». Если вы, в тысячах этих магазинах она продается, если вы хотите, ну, глубже изучить. Ну, просто пошелись на русском языке, знаете. Джон Макрей, «Жизнь и учение апостола Павла». Ну, там почетный профессор Нового Завета, «Виттон колледжа». «Виттон» — это такой форпост евангельского богословия в Америке. То есть разные направления, там, фундаменталистские школы, там, либеральные. Это «Виттон» — он такой померкованный. Ещё одного Эдуард Лозе, «Павел Деограф». Это профессор Нового Завета, «Депендент». «Виттон» — это «Виттон». «Виттон» — это из издательства «ДДИ». Это коллоквиум, да, вот этот книг, это «ДДИ». Эдуард Лозе, «Павел Деограф». Хороший исторический обзор. Ну, какие-то вещи покажутся, ну, может быть, сложными. Ну, как, сложными, непонятными. Я немножко объясню потом, чем проблема. И очень интересная книга потрясающего учёного современного, который вдохновляет и евангельских, и верующих. Эмпе Райтс — это «Амбликанская церковь». Ну, то есть «Амбликанская церковь» — это «Амбликанская церковь» в Англии. Один из ведущих единистов и богословов. Сейчас его очень много на русле уже переводят. Разные издательства. Один из ведущих современных единистов. Преподавал в Новосибире в Голосфурге, в Кембрике. У него такой... Нам понравилось. Эмпе Райтс. Как, что на самом деле сказал апостол Павел. Она продаётся вот в таком вот мягком переплёте твёрдом. Твёрдом, значит, будет дороже, мягком дешевле, но одна и та же. Если хотите, чтобы было красиво на полосе, твёрдом будет переплёте. Если хотите, чтобы знать, достаточно этого. Видите, она у меня такая ретёрка, она у меня была такая дорожная. Потрясающая книга. Эмпе Райтс вызвал споры и дискуссии в многих иванских трюгах. Но мне он нравится, я считаю, что вот... Вот это то, что... Вот действительно вот, я не знаю, когда вот её... Она вышла, помню, ещё не большинственных языков читали, но вот... Вот это то. И интересно, что я купил... И у меня есть такая привычка, мне эта книга нравится. Покупаю, беру своим знакомым, друзьям, коллегам, там, пасторам, всё. Даже если у меня мало остается денег после этого. Потому что я очень доволен, что я им дал. Мне недавно, и да, если... В магазине, в книжном, дали скидки... И 7,5%, потому что у меня за 5 год было... То есть вот 7 тысяч с чем-то гривен, я потратил за неё. Я говорю, вот почему я могу купить машину? Я говорю, машину? Я не купить денег на машину. Ну, я понял. Ну, это не лишний, что делать. Вот, поэтому вам её рекомендую. Была реакция, есть реакция на Эмпе Райта. Но это классно. У него есть ещё книга на русском языке «Исус и победа Бога», то есть он пишет 5-томник. 5-томник. Первый том – это «Новый завет и народ Бога», где он исследует все это и карты, и иудеизм, и традиции. Второй том – «Исус и победа Бога». Третий том – «Москресенье Сына Божьего». Четвертый, пятый, я не знаю, там, о чем там. Он готовит такие серии, такие вот «Исус и победа Бога» вышла такая монументальная книга, очень хорошая. Я думаю, это свежие, хорошие прочтения. Особенно в том направлении, когда и Иисус, и Павлов в нём пишут геоидейский контекст. Именно вот это очень важно. Особенно вот это «Энтерайда», вот это вот направление. Вот такие вот ребята, они такие. Он такой вот… Он пишет очень легко. Хороший пример начинающим богословом, вот, я всегда говорю, вот третий пример. Человек очень умный, а пишет легко и интересно. Ну, если досчитаешь наши жидкости, вот такое завернуть. А «Москресенье» в принципе простая, несложная. Но как закрыть, завернуть там какие-то вот термины, термины, как… Я прощаюсь, что это за термины такие? Накрутиться всё в терминах – вообще не понятно. Здесь очень легко, ярко, интересно. Я очень рекомендую. И, конечно, если просто с этими временами с евреями не было брать. Алиста Сантала – очень такой… Самое еврейское прочтение апостола Павла. Я не вижу, потому что она сейчас не переизбывалась. Но в таком популяризированном варианте, да, то есть популярном. Ещё есть католик… Фабрис… Не по-моему, Фабрис. «История апостола Павла». То есть, а Павел – миссионер народа, что-то такое. Я тебе покажу, то есть… Где можно прочитать. Это такие основные книги, то, что есть на русском языке. У меня большое благословение. У меня сомневеки привезли такой вот… Такой нет-бук… Ой, нет-бук этот… Библик… Электронные книги. Это похоже, когда просто книга, что-то не… И если вы знаете ещё английский язык, то это просто… Существует умов… Ну, сотни. В одной из суток вы читаете о Павле, о чём хотите. Поэтому, кто знает английский язык, я могу дать книги по Павлу в английском языке. Там-то написано больше. В общем, такая литература. Если большие книги вы не купите, но вот это я очень экстремально вам радую. Я думаю, для мессианского движения лучше такого… Энтерайта… Ну, я не знаю, там есть свои учёные, которые понимают мессианское движение, но вот… Энтерайта – это то, что просто… Это то, что ну. Что-что? Теми, да. И это вот… Это класс. Действительно. Хорошо переменка. Спасибо. Продолжение следует...